Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Когда человек начинает читать Новый Завет, и, конечно, я говорю именно об этом Завете, то этот человек очень быстро обнаружит, что Иешуа, Иисус из Назарета, делал много чудес. А для чего он делал так много чудес? Просто чтобы восполнить нужды? Не это открывает нам Слово Божие. Эти чудеса, что делал Иешуа, они были для цели наставления. Они обеспечивали откровения для того, чтобы мы могли больше узнать о его идентичности и также о его деле. А почему это важно? Потому что если вы правильно определите, кто он есть, Сын Божий, вы поймете, почему он был послан в этот мир. Тогда, только тогда вы сможете откликнуться на эту истину и сделать это так, что это принесет в вашу жизнь вечное благословение. Слово Божие открывает истину для того, чтобы мы могли принять от Бога. И приняв от Бога, стали новым творением, посредством чего смогли послужить Ему и приносить Ему честь и славу. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 17 главу. Евангелие от Матфея, 17 глава. В 14 стихе мы увидим нечто необычное. Мы также увидим отрывок, где говорится о демоническом влиянии и также о суде Божьем. И понимаете ли вы, что есть взаимосвязь между этими двумя вещами? Между демонической активностью и судом Божьим. Вот что мы узнаем в сегодняшнем изучении. Демоны, бесы действуют в этом мире. Они нападают на индивидуумов, целенаправленно влияют на них, чтобы оттолкнуть от Божьего для того, чтобы из-за непослушания по причине отвержения истины или просто из-за неосведомленности о Божьем откровении, они стали восприемниками Божьего суда, его гнева. Вот что восхищает врага. Я говорю о сатане и демонах, которые служат ему. Итак, посмотрите этот 14 стих, и я упомянул, что здесь есть что-то необычное, потому что обычно мы в нескольких местах Евангелия от Матфея видели большие множества народа, и эти множества шли за Мессией. Они следовали за Ним. Но тут совсем иначе. 14 стих. «И когда они пришли к народу...» Видите разницу? Здесь они, и мы увидим, что они — это Ешуа и его ученики. «И когда они пришли к народу, то человек...» Этот человек имеет откровение. Он воспользовался возможностью правильным образом. Так я задам вам вопрос. А вы? Когда вам в жизни предоставляется возможность, когда Бог делает что-то доступным для вас, достаточно ли вы мудры, достаточно ли вы смиренны, чтобы откликнуться на это, как Бог того желает. И сделав так, стать восприемником благой работы Божьей, его наставляющего влияния в вашей жизни. Этот человек собирается сделать именно это. И он — мудрый человек, потому что понимает идентичность Ешуа. А это то, в чем большинство мира путается. Люди не знают Его, как должно. Они не уделяют Ему требуемого внимания. Итак, читаем, что этот человек, подойдя к Ешуа, что делает? Преклоняет перед Ним колени. Вот этот человек преклоняет перед Ешуа колени и говорит, «Господи, уделите внимание этому слову, Господь». Некоторые скажут вам, и это так, что необязательно это слово связано с Богом Всемогущим. Это может быть термином великого уважения, как, например, слово «сэр». Но не делайте тут ошибки. В этом месте Писания имеется в виду именно это — Бог. Этот человек приходит, и заметьте, что он делает. Писание говорит, «преклоняет колени». И это преклонение показывает, что он определил идентичность Мессии, что он не просто какой-то чудотворец, не просто учитель, не просто пророк, он «Сын живого Бога». И поэтому этот человек приходит в смирении, преклоняя колени перед Ешуа. И заметьте, что он говорит. Пятнадцатый стиль. Он говорит, «Господи, помилуй Сына Моего». Я хочу сделать акцент на том, что подчеркивает это местописание, а именно то, что этот человек просит, молит с великой искренностью о милости Бога для своего Сына. Позвольте мне поделиться с вами очень важной библейской истиной. И если вы ее упустите, не будете знать, не будете применять ее к своей жизни, то будете вечно жалеть об этом. Потому что нам необходима милость. Если мы не получим Божью милость, то не сделайте тут ошибки. Мы не получим благости Божьей. Божья работа в жизни человека начинается с Божьей милости. Я часто говорю это, но это так важно. Когда вы в последний раз, придя к Богу в молитве, молили его, молили его о милости. А милость... Поймите природу этого слова. В иврите, конечно, Новый Завет написан на греческом, но есть корреляция. В еврейском языке милость связана с тем, что обеспечивается, дается, становится доступным. И результат восстановления. И вот ключевой момент. Ради Божьей цели, Божьего плана. Так что, когда кто-то говорит, Боже, будь милостив ко мне, часто мы ассоциируем это лишь только с просьбой о прощении. И это может относиться к прощению, но довольно часто, когда мы смотрим контекст, это связано с восстановлением. Так вот и здесь. Этот человек, который смиренно приходит к Ешуа, идентифицируя его как Господа, говорит ему, помилуй сына моего. И вопрос, который нам надо задать себе, почему? Что ж, он объясняет. Продолжаем 15 стих. Потому что он. Возможно, ваша Библия говорит, что у этого человека болезнь наподобие эпилепсии. Возможно, что сказано «сумасшедший». Тут сказано «пораженный луной». Эта идиома просто означает, что человек не контролирует себя. На нем влияние, которое и контролирует его жизнь. А в таком положении находиться очень опасно. Мы увидим крайнее проявление, но эта болезнь, это духовное состояние, может поражать людей в меньшей степени. Но вот что я хочу, чтобы вы увидели. Оно, тем не менее, может иметь тот же эффект. Так что уделите пристальное внимание тому, что Слово Божие открывает в этом отрывке. Этот человек говорит о своем сыне, что он страдает от луны, имея в виду, что он не контролирует себя. И заметьте результат. И во многих переводах этого нет, но слово здесь «кокос», то есть «зло». И здесь можно сказать «зло страдает». Что это значит? В большинстве Библии сказано «тяжело», «тяжко», «страдает». Но если мы уделим внимание языку оригинала, греческому, это слово «кокос» связано с тем, в конфликте с Божьей волей. Вот что это значит. То, что испытывает этот человек, а это молодой человек, мы скоро увидим, что сын этого человека, юноша, и то, через что он проходит, заставляет его очень страдать. Это интенсивное страдание в наихудшем смысле. Почему? Смотрите, что мы можем взять из текста. И помните, Писание написано для цели откровения, чтобы мы могли усвоить истину Божью и применить ее к своей жизни. Так что этот юноша находится под влиянием, из-за которого не может вести себя так, как он бы хотел. Он не контролирует себя. Продолжая читать, мы видим, что этот человек говорит часто, буквально часто, часто бросается в огонь и часто в воду. Когда вы видите в тексте упоминание огня и воды, то это означает следующее. Эти два элемента, огонь и вода, часто в Слове Божьем относятся к суду. Мы неопровержимым образом увидим, что побуждает этого юношу бросаться в огонь и в воду. Вы подумайте. Вот он идет, видит огонь, и эта сила, мы скоро увидим, что она бесовская. Слово Божье явно, ясно говорит, что это демоническое влияние толкает его, приводит его в огонь. Он обжигался как? Часто. Так же эта сила толкала его в воду для того, чтобы он утонул. И вы подумайте об отце, видящем, как его сын так страдает. И вот его отец мудро в вере приходит, ища помощи. И чего он хочет? Он хочет порядка Божьего для своего сына. Так важно. Если вы не ищете порядка Божьего в своей жизни, то даже и не утруждайтесь молиться. Вы неразумны. Вы по-прежнему в бунте. Если вы хотите чего-то иного, кроме Божьего порядка. Вот почему отец молил о милости для своего сына. И он открывает проблему, говорит о том, что происходит. Его сын часто бросаем, бросается в огонь и в воду. 16 стих. Этот человек продолжает говорить, обращаясь к Иешуа. И он говорит ему, «Я приводил его к ученикам твоим, и не смогли его исцелить». Порядок слов важен, потому что факт в том, что тут не сказано, и они не могли исцелить его, как это передано в большинство Библии. Но в оригинале написано иначе. И изменение того порядка, что мы ожидали, означает, что на слове «еву» делается акцент. Раньше ученики делали чудеса, но в этом случае, в этой ситуации, они не могли осуществить, и вот ключевой момент, они не могли осуществить избавление. Они не смогли осуществить восстановление Божьей цели, чтобы этот молодой человек был в состоянии, которым хотел Бог. Итак, этот человек говорит, «Я приводил его к ученикам твоим, и они не смогли его исцелить». 17 стих. Но, и это показывает, в контраст с неспособностью учеников будет изменение. Ешуа позаботится. Он будет действовать. Он откликнется. И, следовательно, мы читаем в 17 стихе. Но Ешуа ответил. Он сказал, «Уделите пристальное внимание этим словам, о поколение безверное и развращенное». И это слово «безверное» противоположность вере. Это слово говорит о человеке, который не покоряется истине, потому что, и послушайте внимательно, потому что он на самом деле не заинтересован в воле Божьей. Если кто-то верующий, тогда его желания, его цели будут связаны с волей Божьей. Он будет хотеть слушаться воле Бога. Он будет хотеть, чтобы воля Божья осуществилась в его или ее жизни. Так что мы читаем в этом отрывке. Мессия говорит об этом поколении, что оно против истины. Эти люди против веры. «Они не заинтересованы в воле Бога». И следующее слово может означать извращенное, искаженное, развращенное. Это означает отвращение. Еще раз, от воли Божьей. Так что постоянно, каждодневно, много раз на протяжении дня нам надо делать что-то. Нам надо молиться, просить Духа Святого, чтобы Он помог нам исследовать Себя, дабы нам поверить и увидеть, поистине ли мы ищем воли Божьей, посвящены ли мы целям Божьим. И поймите, нет положения лучшего, чем исполнять волю Божью, быть мотивируемым Его истиной, посвящаемым Его Словом, посвященным Его целям, ходить в послушании Его воли. Поймите, ни в чем не нуждается. Бог совершенен. Он обладает всей полнотой. От нас Ему ничего не надо. Во всем, что Он наставляет нас делать, мы делаем это, чтобы принести Ему честь и славу. Но поймите следующее. В долговременной перспективе, с точки зрения Царства, это в наших самых лучших интересах. Это всегда, всегда так. Услышьте это. Подчиняться Богу, это всегда правильное действие. Возможно, поначалу и будет неприятный опыт. Но когда человек входит в Царство Божье, я заверяю вас, я обещаю вам, что ни один человек из тех, кто был посвящен воле Божьей, который исполняет Его цель, который в послушании Его воли, ни один из них не имеет никаких сожалений. А когда вы покоряетесь Богу, исполняете Его дела, Бог откликается. Он сверхъестественным образом даст вам внутреннее спокойствие. У вас будет то, о чем говорит Павел, мир, превосходящий всякое разумение. У вас будет довольство. И знаете, что еще у вас будет? То, чего ищут все. Радость и счастье. Это происходит только тогда, когда человек находится в ВИ, простите, в воле Божьей. Возможно, вы будете страдать. И вот почему Павел говорит о том, что постиг секрет, как быть довольным. Получаем мир от Бога, а слово «мир» связано с исполнением воли Божьей. Павел научился и испытывал этот мир, который превосходит всякое разумение. А это значит, что вы будете иметь этот мир, который не понимает этот мир. Возможно, вы будете страдать. Возможно, проходить через испытания и беды, находиться под атакой врага. Но враг, когда вы ходите в воле Божьей, враг не сможет отнять у вас радость. Бог дал ее вам, и она останется с вами. Итак, Мессия обличает это поколение, называя его безверным, а также испорченным или развращенным. Он продолжает, «Доколе я буду с вами? Доколе буду выдерживать вас?» И это слово означает «терпеть». Сколько я буду терпеть это безверие и непослушание? Наконец, он говорит 17 стих, «Приведите ко мне его сюда». Все время в этом отрывке акцент на этом молодом человеке, сыне этого отца. Каждый раз, когда Иешуа говорит, он делает акцент на нем. Вот ключевой момент. Когда мы будем думать так, как думает Иешуа, когда мы будем ставить на первое место то, что ставит Иешуа, тогда у нас будет помазань, будет сила, и Божья воля будет исполняться. Иешуа начинает с того, что запрещает бесу. А запрещение — это интересно, потому что слово «запрещать», «отчитывать» столь значимо, что оно происходит от двух греческих слов «тимео» и «эпи». Слово «тимео», которое говорит о ценности или чести, или о том, что уважаем, а слово «эпи» означает «на». Так что запрещать — это не просто слова, но это запрещение приходит с тем, что Мессия получает честь с тем, что уважаем. И это связано с Царством Божиим, с воздействием его на этого молодого человека. И вот это действие запрещения. Заметьте, что тут сказано. «И он запретил ему». Кто он? Иешуа. Иешуа запретил ему. И бес вышел из юноши. Тут все ясно. Какова была проблема этого молодого человека? Это был бес. Если вы верующий, то бес никогда, никогда не сможет овладеть вам. Бес никогда не сможет войти в вас, потому что вы храм, в котором пребывает Дух Святой. Но будьте осторожны, потому что демоны могут воздействовать на верующие. Мы можем столкнуться с демоническим влиянием. Но помните, это чудесное обетование, и оно такое. Тот, кто в нас, Святой Дух, Дух Божий, Дух Иешуа, Дух Иисуса Христа, живет в нас. Он никогда не оставит нас и не покинет нас. И, следовательно, у нас есть, если мы будем покоряться, если будем слушать руководство Святого Духа и Его обличение, если позволим Ему просвещать нас, если будем слушать Его истину, тогда мы будем, я люблю это слово, победителями. Именно такими вы и призваны быть. Победителями. Но поймите, это значит, что есть то, что надо побеждать. Итак, еще раз. «И бес вышел из него». И этот человек, отрок, исцелился от часа того. Тут не сказано «исцелился в тот час», но «от часа того». Что это значит? Что это дело восстановления, это работа Мессии, было не так, что она имела эффект на тот момент, а потом эффект исчез и вернулась к тому, как и было. Нет, нет и нет. Эта фраза значит «с того момента и далее». Когда Иешуа производит изменения, Он производит, услышьте это, вечное изменение. Он тот, кто осуществляет избавление от влияния врага, от лукавого. Потому что, и хочу это повторить, чего враг хочет от нас? Он получает, я говорю о хасатан, сатане, он получает удовольствие, удовлетворение от того, что человек, которого любит Бог, за которого умер Мессия, что этот человек пренебрег истиной Божией, отверг Евангелие Божие. Сатана и демоны действуют так, чтобы подвести вас под что? Под суд Божий. И только Иешуа способен осуществить вечное изменение для вас. Девятнадцатый стих. Тогда ученики, приступив к Иешуа наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его, говоря обесе, почему мы не могли изгнать Его? Двадцатый стих. Но Иешуа, он показывает что-то в контраст своим ученикам. Они говорят, почему мы не могли? Вот послание. Давайте я приведу вам пример. Одно из того, что сделал Даниил, и одно из того, что сделал Яков, сын Иосифа в Египте, эти два человека в изгнании сделали что-то. Они были великими толкователями снов. И что они сказали? «Мы не толкуем сны, но мы знаем Бога, Который делает это. И Бог, Он даст мне это толкование». Как видите, проблема была в том, что ученики говорили, почему мы не смогли изгнать Его? Но это делаем не мы, а Святой Дух в нас. Вот почему Он говорит, посмотрите, пожалуйста, двадцатый стих. Но Иешуа сказал им, опять-таки, если у вас совершенный перевод, то там сказано «по маловерию вашим». Но в текстус рецептус стоит то же самое слово, что было использовано и ранее, и это то, что против веры, то, что против истины. У них не было той же цели, того же намерения, что и у Мессии. Поэтому Он говорит «по неверию вашему». Ибо истинно говорю вам, и это великий стих. Мессия дает обетование. Мы начнем с этого обетования на следующем занятии. И давайте я предоставлю его вам, сказав, что вам нельзя пропустить его, потому что в нем будет говориться о силе, о силе молитвы, о силе поста, которое осуществляет то, что невозможно физически. Это то, что производит славные изменения в вашей жизни, в вашей ситуации и позволяет вам служить, быть использованными Богом для того, чтобы производить изменения, чтобы иметь веру. И вот ключевой момент. Иметь веру, которая способна двигать гору. И еще лучше, определенную гору. Если вы не знаете, о чем я, присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Шалом, из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова